конфигурация корвета гетман иван мазепа f211 украинской версии турецкого корвета класса ада отличается от того что выбрали вмс турции и вмс пакистана при этом разница начинается уже на сенсорах корабля хотя главный инструмент rls smarts оттайлись с дальностью обзора до 250 километров лицензионно производимое турецким оселсан осталось без изменений украинский корвет получил дополнительную радиотехническую систему которая скрыта под радиопрозрачными куполами и отсутствует на кораблях в турецкой версии также менее развиты системы и на пакистанском варианте в частности уэв 280 бабур который был спущен на воду в августе 2021 года в целом же корабль штатно оснащается комплексом ртр и рэп эрис 2n от оселсан противовоздушная оборона украинского варианта также интереснее оригинального турецкого варианта так как на корвете гетман иван мазепа установлена 35 миллиметровая зенитная установка гогденис которая является морской версии каркут от оселсан на нее возложена задача по уничтожению воздушных целей в зоне до 4 километров при скорострельности до 1100 выстрелов в минуту в том числе и снарядами с воздушным подрывом то есть эта система берет на себя задачу по уничтожению дронов и перехвату на ближних дистанциях противокорабельных ракет но это не главное средство противовоздушной обороны потому что основной зенитный ракетный комплекс корабля французский микро вель 8 вертикальных шахт под эти ракеты находится между зенитной установкой и трубой этот зерк с ракетами имеющими инфракрасные или радиолокационные головки самонаведения имеет дальность до 20 километров на высотах до 9 километров в противоположность турецкому варианту корвета класса ада зерк имеющему американский зерк араем 116 с дальностью поражения до 9 километров который к тому же имеет значительную мертвую зону над собой а вот в мс пакистана вооружили свои корабли 12 пусковыми для ракет альбатрос нг морской версии цаммер с дальностью до 40 50 километров для этого пришлось добавить еще одну секцию сразу за пушкой пакистанская версия длиннее 108 и 8 метра против 99 с половиной метра также имеет большее водоизмещение 2888 тонн против 2400 тонн а завершают средства самообороны украинского корвета два боевых модуля штемп с 12 и 7 миллиметровым пулеметом от оселсан они принадлежат к современному поколению имеют автосопровождение цели и уже являются последним рубежом обороны или средством против несимметричных угроз отметим что под водой остался гидроакустический комплекс и 01 и комоз противоторпедный комплекс постановки помех сами торпеды которые необходимы для уничтожения подлодок противолодочный вертолет который является очень важным и не дешевым элементом общей боеспособности корабля однако наиболее интригующий аспект корвета гетман иван мазепа это не раскрытый вопрос оснащения противокорабельными ракетами пока что на корабле установлены только универсальные установки подпусковые контейнеры что вызывает множество догадок и предположений на этом все надеюсь материал вам понравился не забудьте поставить лайк а в случае если еще не подписаны обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео напишите в комментариях видео на какую тему вы хотели бы увидеть